Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу, что такое структурная обрезка яблони. Итак, у меня будет сегодня пациентом вот эта вот яблоня брянская золотистая. Она у меня растет уже около пяти лет на участке. В принципе, развитие у нее замечательное. Единственное, что это, конечно же, моя ошибка, это загущение при формировке. То есть, получается, первые пять лет мы яблоню и любую, в принципе, дерево формируем. Я вам показывал уже, что вот эта ветка, на мой взгляд, является самой ненужной на этом дереве. Она очень сильно загущает нижний ярус. При достаточной толщине ветки уже ее отпиливать надо за два-три подхода. То есть, сначала делаем маленький надпил, всегда снизу, чтобы кора, когда ветка отвалится, у нас не отвалилась. И потом... Вот, отпилили. Основную часть. Видите сразу, насколько просторней стало дерево. И потом вот эту веточку я буду отпиливать на кольцо. Всегда сначала пилим низ. А так можно уже, в принципе... Видно сразу стало, что дерево намного стало, так сказать, легче дышать. Дальше уже пойдет косметическая стрижка, грубо говоря. Ветки, которые пересекаются, укорачиваем. Или убираем вовсе. То, что растет вверх, укорачиваем и даем дереву сделать из нее обрастающую плодовую древесину. Потому что все это брехня, то, что они не закладывают плодушечки. Закладывают на таких веточках плодушечки тоже. Она, конечно, с обрастающими веточками, с плодовыми. Но она тут очень сильно загущает, конечно, мое деревце. А тянется дерево, а недостатка именно освещения. Друзья, и какой вывод я вам советую сделать из этого ролика? О том, что вы можете, конечно, наблюдать, как я обрезаю деревья. Но я их формирую уже давно. И это экспериментальная обрезка, потому что я учусь. Я не профессионал в этом деле. Я нигде профессионально не учился. Не насмотрелся всевозможных роликов. Повторил всевозможные их ошибки из этих роликов. А их громадье. То есть необходимо почитать книжечки. То есть, почитав книжечку Кудряя СРП, например, вы можете подчеркнуть какие-то знания, которые вам помогут в обрезке. И обязательно наблюдайте. Перед тем, как подойти к дереву, сфотографировали с разных сторон. После этого обрезали. Еще раз сфотографировали. Фотографии сохранили. К этой яблоне в истории. В следующем году смотрите, что и как. Потому что, во-первых, обрезка у всех разная. То есть методика обрезок, ну, я бы так сказал, подход творческий к дереву. Всегда у всех, у каждого, кто будет обрезать, у него свой будет подход. Кто-то формирует с лидером, кто-то формирует, например, чаши. Кому-то нравится КГБ формировка. Ну, я бы у меня, честно говоря, не слышал, чтобы КГБ формировали. Это в основном косточка. Хотя тут были заложены. Вот такой вот отличный скелет, на мой взгляд, получился. То есть ярко выраженный лидер, ярко выраженные скелетные ветви. Все, дальше я их укорачиваю, потому что слишком длинные они не нужны. Крона должна быть освещенная. Вот эта веточка, видите, она уже начала конкурировать с этой веточкой. Из более высокого яруса. Я, возможно, ее вообще сейчас чуть ниже опущу. Хотя, возможно, будет отогнуть. Нет, отогнуть уже не получится. И, кстати, вот срез я сделал не совсем правильный. Площадь большая получилась. Надо было больше отступить и сделать немножко другой срез. Но век живи, век учись, как говорится, а дураком помрешь. Контролируем, как говорится, высоту дерева. Вот смотрите, вот эти веточки, они у нас, у меня точнее, пойдут конкурировать с той веточкой. Поэтому я их вот так вот обрежу. И столько брехни всякой, что наносрез должен быть. Вот когда-то с секатором хорошим отрезаешь, там срез за счет того, что тут острие такое шикарное, срез получается. Он быстрее заживает. Все это брехня. Я обязательно покажу эту яблоню еще раз, и еще раз, и еще раз. И будет множество роликов, в которых я буду ее показывать, как она развивается из года в год. И, на мой взгляд, это будет очень удобно тем людям, которые только начинают. Будут смотреть, как я обрезал. Не забывайте, кстати, про зеленые операции, которые производятся летом. Ну, это отдельный будет ролик. Дорогие друзья, вам, как всегда, я хочу пожелать здоровья. Все остальное приложится. Ставим лайк. До свидания, друзья. До новых встреч.